Здравствуйте, уважаемые зрители этого интереснейшего курса лекции про строенную циментацию грунтов. Я очень люблю эту технологию, поэтому я и решил создать такую телевизионную, компьютерную, как хотите, телефонную. Сегодня принято на телефонах смотреть все подобные передачи из YouTube. Мне кажется, это очень удобно. У меня есть к вам несколько новостей. Первое, что мы уже с вами подходим где-то к середине курса, потому что мы прошли все практически части, такие, как устройство, технологическое оборудование, форсунки, параметры, режимы и так далее. И сейчас переходим к самому интересному. Это как раз курсу, когда мы будем с вами смотреть только на прочностные, деформационные, геометрические параметры гонтоцементных элементов. И вот перед тем, как мы придем к этому изучению всех этих диаметров, расходов и так далее, вот я хотел сделать такую отсечную передачу, в которой я отвечу на вопросы. Дело в том, что я с самого начала нашей лекции говорил, задавайте вопросы, но мы же на них не отвечали. И, наверное, в последнее время как-то их стало меньше. То есть люди, наверное, пишут, то верят, что ответа нет. Но я буду отвечать на все ваши вопросы. Другое дело, что вначале сразу люди забегают вперед и начинают сразу задавать вопросы, которым будут посвящены целые лекции. Отвечать на это сложно. Поэтому даже сегодня я постараюсь ответить только на те вопросы развернуто, которые уже прошлись по существующим лекциям. Где-то что-то было непонятно. Вообще, я, конечно, очень благодарен за вот этот обратный отклик, потому что сегодня это очень важно. Хотя сразу скажу, что 90%, наверное, всех откликов, это была просто благодарность за эти лекции. Мне это очень приятно. Спасибо вам. Но мне было бы еще более приятно, если все-таки были вопросы. Вопросы, которые позволяют, иногда заставляют тебя иногда даже посмотреть с какой-то другой, может быть, неожиданной стороны на те вещи, которые для тебя уже казалось были достаточно понятными. Поэтому задавайте вопросы. Я буду обязательно через 10-20 лекций делать вот такую отсечку и отвечать на волнующие вас темы. Кроме того, у меня есть новость еще интересная, что сегодня мы где-то уже первые наши лекции перевалили где-то через количество 2 тысячи слушателей. 2 тысячи это огромные. Как преподаватель, я знаю, что такое аудитория. 15-20 человек. И что такое аудитория, когда перед тобой сидит 2 тысячи человек. Ну, почему это происходит? Ну, потому что действительно технология шагает по нашей стране. И востребованность в этих лекциях огромна. Сегодня мы переводим эти лекции на турецкий язык. И оттуда уже пошли отклики. Сейчас у нас в планах уже английский язык. Ну, в общем, двигаемся, двигаемся по всему миру. Первый вопрос. В данном случае выход раствора наружу – это норма. И когда можно увидеть скрытие готового ствола? В задалову некто Эл Капоне. Ну, Капоне. Капоне, Капоне. Значит, выход раствора наружу. Это не раствор выходит наружу. Это выходит так называемая пульпа. И я вот сейчас понял, что надо этому обязательно вопросу посвятить обязательно лекцию. Вот спасибо за такие вопросы. Оказалось бы, все понятно, все ясно. Надо обязательно сделать такую лекцию. Потому что сегодня я не смогу ответить очень подробно на этот вопрос. Но я должен сказать одно. Что у нас не так много оперативной информации в процессе изготовления грунта, цементных элементов. Поэтому пульпа для нас – это необходимость, чрезвычайная необходимость. Это просто как для врача какие-то анализы. То есть анализы для геотехники – это пульпа. Это раз. Во-вторых, если у тебя идет пульпа, значит, у тебя идет правильно. Идет, по крайней мере, идет процесс струйной цементации. Потому что если у тебя пульпа не идет, тогда стоп-машина, останавливаемся и смотрим, почему нет. Почему пульпа должна быть всегда? Потому что у тебя есть какой-то объем грунта, который ты обрабатываешь с помощью строим. И в нем был какой-то объем песка, какой-то объем воды или воздуха. Ты туда добавляешь еще воду, добавляешь цемент, то есть цементный раствор. У тебя, получается, два объема. Ты их перемешал, и понятно, что два объема больше, чем один первый. Поэтому у тебя получается какой-то излишек. И вот этот излишек убрасывается наверх. То, что убрасывается наверх, это не цементный раствор, это не вода, это не грунт, это их сочетание. Вот это мы называем грунтоцементной пульпой. То есть это тот же самый цемент, вода и грунт, который у тебя в свае. И даже на этом основано то, что по пульпе можно уже как-то оперативно пытаться оценить, как ты ведешь процесс струйной цементации. Правильно ли ты рассчитал расход цемента? Правильно ли ты рассчитал форсунки, давление, шаг и так далее? Почему? То есть есть уже методы, например, можно залить кубики, и по этим кубикам через 3-4 дня уже их давануть и посмотреть, каким-то формулом первым. То есть можно уже что-то пощупать. Вот это очень важно. А вот если пульпы нет, значит это плохо. Значит ты перебурел какой-нибудь коллектор, и там где-то заполняешься цементом, или какой-то в соседнем подвал у тебя уходит пульпа, или еще куда-то там по склону где-то там выскочила и тоже где-то течет. Может быть много разных причин. Но во всех вариантах нужно остановиться и посмотреть на проблему. Когда можно вскрыть ствол, имеется в виду ствол нашего грунтоцементного элемента. Ну когда? Когда уже наш грунтоцемент как-то наберет какую-то маломальскую прочность. Я, конечно, рекомендую, но не менее чем 3 дня. 3-4 дня, но имейте в виду, что он еще не наберет там 20-30% своей прочности. Его очень легко повредить эскаватором, ковшом, там лопатой, когда будете его, значит, как-то его очищать. И вот в этом случае, конечно, нужно понимать, что вы можете занизить диаметр. Это не всегда правильно. Поэтому я так вот больше всегда стараюсь день через неделю, лучше через две, когда он уже набрал прочность. Его легко окапывать, легко его оценивать и смотреть на него. Ну вот так, наверное, будет первый вопрос. Спасибо за интересную лекцию. Могли бы уточнить, пожалуйста, почему на пульте управления насоса, на графике с увеличением расхода, увеличением числа ходов плунжера давление падает. Ну давление не может падать, если у тебя расход увеличивается. Тут, к сожалению, обычные правила гидравлики. Больше расход, если у тебя отверстие одно, то будет выше давление. Ничего другого быть не может. Другое дело, что вполне возможно, может быть, не будет линейного возрастания от числа ходов плунжера, давление будет расти в более меньшем объеме. Но это связано, может быть, только с тем, что при высоких скоростях, вот плунжер у нас как работает? Сначала работает на всас, а потом на выталкивание. Так вот, когда у тебя вот эти скорости очень высокие, он иногда не набирает полностью, не всасывает полностью свой цилиндр цементный раствор. Это может быть 95% заполнения, 90%. И вот с этим эффектом это, наверное, вполне возможно. Вообще, конечно, нужно стараться не работать на максимальных оборотах двигателя, постараться все-таки их уменьшать, чтобы насос наш как нужно дольше работал. Ну, где-то вот я считаю, что нужно где-то работать примерно где-то у тебя должно быть 60, 70, 80 оборотов в минуту. Вот это где-то такой достаточно комфортный режим насоса. Если ты будешь работать на максимальных оборотах, ты просто уменьшил быстрее. Хотя, может быть, иногда это бывает и нужно. Деремей, Ефребов. Хотелось бы поинтересоваться струйной цементацией грунтов, как-то вредит окружающему миру. Ну, миру, наверное, окружающему вредит любое. Жене деятельность человека. Человек – самое вредное существо, наверное, на планете. Но, к сожалению, иногда без этого вреда бывает нельзя построить там какое-то здание на слабых грунтах, провести дорогу для освоения каких-то новых территорий и так далее. Поэтому, к сожалению, да, цемент – это не совсем нейтральный материал, и поэтому даже на свалку его требуется сегодня вывозить только там с специальными разрешениями, потому что он уже по опасности имеет какую-то категорию. Конечно, накачивание цемента в грунт – это не всегда полезно для этого грунта с точки зрения живущих там таракашек, букашек и так далее. Но с точки зрения укрепления каких-то слабых грунтов для строительства чего-то важного, то это, конечно, приходится это делать. Но, поймите меня правильно, но по сравнению с другими технологиями, например, с технологией инъекционного закрепления с помощью смол, там просто абсолютно ядовитых, да, с помощью, например, той же бентонитовой глины, которая там просто забивает и убивает все вокруг себя, цемент – еще не самый плохой материал. Если треснул фундамент частного дома, можно ли сделать ему укол с сементом, и он будет стоять? Да, конечно, можно, конечно, можно. Но этот вопрос у меня преследует всю жизнь, потому что очень часто люди звонят, мы даем там какие-то объявления, их читают, особенно по молодости, там какие-то простые газеты, ну вот из рук в руки что-то типа этого, вот, и люди пишут, надо сделать, и нам укрепление. Ну, знаете, существует десятки хороших технологий, которые дешевые, простые, если у тебя комплект оборудования стоит, там, условно, полмиллиона долларов, то понятно, что бежать и укреплять какие-то дома одноэтажные, хотя дом-дом рознь, я видел, как укрепляли, не будем называть фамилию, в Италии там дом известного промышленника, вот тоже одноэтажное здание, которому там то ли 200, то ли 300 лет, и, конечно, там укрепляли ее по полной прогрессии. Так, можно ли делать сементацию на микроцементе? Это АЗХ АК 999. Конечно, можно, 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 но вот здесь нужно понять, что такое струнная сементация. Струнная сементация, это не есть технология создания чего-то прочного в локальной точке. Вот когда применяется микроцемент, когда нужно сделать инъекцию, ну, тогда, куда не прокатывает, не проходят цементные растворы, делают на микроцементах, у них более проникающая способность. Я не буду сейчас оценивать ни в хорошую, ни критиковать это, у меня свое мнение по отношению к микроцементам. Было бы так все весело, я бы не занимался струнной сементацией, качал бы микроцементы. Ну, видимо, и там, ну, я-то знаю, что и там проблем более чем достаточно. Вот было такое, да, кто-то вот пытался сочетать струнную цементацию с микроцементами. На мой взгляд, это все излишество. Вот самое главное, что если у тебя не хватает прочности, добавь количество свай. Если у тебя, или там, уменьши шаг, да, ну, это то же самое, что добавить количество свай. Либо просто добавь цемент, обычный цемент, и он уже приведет к росту прочности. Но это все во много раз дешевле. Не забывайте, что тонны микроцемента в 10 раз дороже, минимум, в 10 раз дороже тонны обычного цемента. Это самый дешевый у микроцемента. Есть там по их номерам, я не специалист в этом. Там бешеные деньги, поэтому надо спросить заказчика, пойдет ли он на это дело. Ну, тут опять микроцемент, тонкомолотый цемент. Как вы все это будете проверять, вы будете, а потом 700-ый там и так далее. Ну, это все одно и то же. Вот понимаете, цементация, еще раз, надо к ней привыкнуть к этой идее, что это технология для обработки больших площадей. Когда ты работаешь на обработке больших площадей, ты должен минимизировать все. Ну, и в первую очередь стоимость. Поэтому говорить о каких-то марочных, высокомарочных цементах, ну, нет, это нет. Не то, что нет необходимости, это не протащит ни один, ни экономика, ни одного объекта. Поэтому, ну, надо забыть про всякие цементы, как товарищ предлагает использовать. 700-ый цемент, у нас был один раз, мы использовали 600-ый. Но это было связано только с тем, что там продавцу некуда было его девать, они нам его продали по дешевке, мы использовали. Да, конечно, мы получали более хорошие результаты, безусловно. Но надо не забывать, что при этом проходило. Сколько это стоило бы, если бы мы покупали по нормальной цене. Ну, так, когда тебе продать. Нужен ли сушитель воздуха после компрессора? Ну, понимаете, когда мы работаем с каким-то пневмоударным инструментом, да, конечно, там влага, которая находится в воздухе, она обязательно, в жатом воздухе обязательно будет там где-то, при низких температурах там превращаться в лед, и все это будет мешать работать в системе. Но, если мы говорим о том, что в воздухе, содержащий в нем влага, попадает и формирует рубашку при двух компонентной технологии, а внутри у тебя находится вода с цементом, то вот эта влага в воздухе по сравнению с водой в цементе, с цементом растворя, это, конечно, вообще ни о чем бы. Ничего, конечно, делать не надо. Какой цемент нужно использовать для буровой? Ну, я только что ответил. Вообще, на самом деле, какой цемент надо использовать вообще для структуры цементации? Так, более широко возьмем вопрос, наверное, о нем хотел человек спросить. Я бы ответил так. Тот, который у вас есть рядом, потому что струйная цементация, это опять же какие-то большие завесы, горизонтальные, вертикальные, там, как формирование грунта, под дорогами, несколько километров. И тогда тебе нужен большой объем цемента. Ты уже не делаешь как бы ставку на то, какой он там будет, 500 или 400. Да и 400 хорошо, и 500, конечно, лучше, но нет того, давайте 400. А 300 сегодня наша промышленность, по крайней мере, сколько я знаю, уже практически не упускает. Более высокомарочные вещи, они все очень дорогие. Со специальными свойствами, там, сухватостойки, цемент в больших объемах, это, как правило, спецзаказ, и тоже очень дорого. Поэтому, как всегда, нужна логистика, найти ближайшую точку, откуда ты сможешь возить цемент в больших объемах, там, 2, 3, 4, 5, 6 цементовозов в сутки. И вот тут тебе сама жизнь подскажет, где взять цемент в таком объеме, и какой он при этом будет. В силосе нет давления. Сам туда руку засовывал, когда в нем было 50 кубов цемента, а шнек может заклинить. Как вы решаете вопрос с камнями? Но руки никуда засовывать не надо. Все, кто куда-то руки, куда не нужно засовывать, как правило, потом об этом жалеют, скажем так, скажем мягко. Для этого есть какая-то лопата, лон там, еще что-то, палка. Но, конечно, человек засовывал, чтобы посмотреть, почему цемент не сыплется, я его понимаю. Но, как правило, мы в таких случаях, да, такие случаи, к сожалению, бывают очень часто, особенно с нечистоплотными поставщиками цемента, когда они что-то отгружают низкого качества. Ну, что в этом случае надо делать? Снять шнек, повесить на его место новый, ну, понятно, что прочистить, убедиться, что у тебя выпал цемент, закрыть шендор, повесить новый цех, открыть шендор, продолжать работать. И в это время разобрать шнек. Но это только для вертикальных силосов. Для горизонтального силоса все намного сложнее. Как провернуть шнек? Его не заменить так просто, да, его надо провернуть. Как его провернуть более мощными моторами, или там подкатывают какие-то умельцы буровые. В общем, горизонтальные шнека великолепны, прекрасны. Горизонтальные, извините, силоса великолепны, прекрасны. Только там, где у вас есть хороший цемент. Если цемент у вас плохого качества, если у него была большая дорога длинная на объект, где-то он уже там немножечко подхватился из камнями, не дай бог, это мешковой цемент, который вы там загружали через растариватели, эта проблема будет вылазить у вас в каждую смену. Поэтому нужно иметь в этом случае только вертикальные силосы. Лично я люблю вертикальные силосы. Он понятен, ясен, прост, ремонтопригоден. Вот с ними люблю работать. Вот сейчас будет очень интересный вопрос. Уважаемые коллеги, я занимаюсь струйной цементацией в качестве технического руководителя, генподрядчика, контроль, техника, люди. Все это интересно. Но хотелось бы спросить и попросить рассказать более подробно, какие параметры влияют на формирование грунтоцементной сваи. Как ведет себя струя, как меняются ее силы, или уменьшаются, или увеличиваются, если у нас меняются форсунки, давление, водоцементные отношения. Как можно менять и поиграть с каким-то давлением, подобрать другую форсунку, увеличить давление, снизить, а может быть увеличить количество цемента на погонный метр, рассчитать другие параметры, чтобы не трогать материал, увеличить скорость, уменьшить прочность, увеличить прочность и так далее. Вот у нас нет, как правило, проект содержит только основные, как он сказал, укропненные параметры, это давление, расход, марка раствора, конечная прочность, а вот всего промежуточного нет. И каждый делает, что хочет, а каких-то рекомендаций на эту тему нет. Ну, на самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, я должен вам сказать, что я люблю говорить такую фразу, что грунтоцементные элементы делают двое. Это инженер-геотехник и Господь Бог. Вот Господь Бог создал твердь земную, но не человек же ее создал, а кто, мы не знаем, поэтому для нас сегодня это так, на нашем уровне познания окружающего мира. Поэтому, что нам Господь Бог дал, дал песок, получится прекрасно, песок, цемент, вода, почти бетон. Дал глину, будет глина, цемент, вода. Не очень хорошо, но что-то тоже не самое плохое. А вот если он дал, например, торф, ил, то тут, конечно, караул. Поэтому, прежде всего, результаты, не существует встроенной теории, которая говорит, что вот если у тебя глина с каким-то числом пластичности, и ты возьмешь цемент такой-то марки, такую-то форсунку, такое-то давление, такой-то расход, то ты получишь что-то, то-то. Нет такой теории нигде. Зато в основном нормативном документе, который существует и действует на территории всего Европейского Союза, а в том числе теперь уже и в нашем российском нормативном документе, всегда присутствуют такие фразы, что все параметры для достижения той или иной прочности, диаметра и так далее, они достигаются в процессе обязательного проведения опытных работ. Вот перестроенная цементация, это такая технология, в которой, еще раз повторяю, нельзя просто так все рассчитать. Нету теории. Поэтому всегда нужно проводить опытные работы. Мы как-то один раз на одном из объектов в городе Сочи опытные работы проводили целый год. Ну, под руководством одной итальянской фирмы, европейской, скажем так, фирмы, которая вот понимает этот подход. У нас, к сожалению, ситуация бывает обратная. Давай-давай, бегом-бегом. Это давай-давай, бегом-бегом, оно часто как-то и приводит к отрицательным результатам. Поэтому нужно приводить опытные работы всегда. И в процессе опытных работ ты можешь менять форсунки там, цемент, расход, давление, все что угодно, все, что тебе нравится. Но если ты прослушал лекции, то ты уже начнешь опираться на опыт каких-то предшествующих, так сказать, поколений инженеров. То есть уже будешь понимать, какие форсунки рекомендуются для песков, какие для глины. Я не буду сейчас пересказывать все эти лекции. Две поставить форсунки. Я дну форсунку читать. Все мы уже все это рассказали, там все разжевали. И самое главное, что ты должен сделать, потому что вторым важным параметром после грунта идет расход цемента. Вот ты должен сделать там 200 килограмм на погонный метр, если мы говорим про однокомпонентную технологию. 200, 300, 400, 500. Откопай, посмотри, какой у тебя диаметр. Возьми керны, посмотришь, какие у тебя прочности. Я понимаю, все непросто. А что на глубине? А какие там свойства? Все непросто. Но, по крайней мере, с того, с чего можно оттолкнуться, оттолкнись. И тогда ты уже будешь, но если не все знать о том, что у тебя получится, то, по крайней мере, очень много. И ты получишь хороший результат. Ну, а если уж там чего-то как-то невозможно добиться, каких-то пожеланий проектировщиков, то проектировщик должен принять на себя такую задачу. Ну, хорошо, не получили мы прочность. Ну, давайте тогда побольше сделаем свай. То есть уменьшим шаг и получим прекрасный результат. Опытная работа. Только так. Взорвалось масло в насосе, потому что оно было некомпрессорное. Действительно, у нас была лекция, связанная с насосами. Там, наверное, я рассказал, уже сам плохо помню, значит, история о том, как мы на одном из первых, самый наш первый насос, у него на объекте он взорвался. Ну, это так красивое слово. На самом деле, у него крышка, куда заливается масло, просто вылетела, потому что масло воспламенилось. А воспламенилось потому, в коробке насоса, да, воспламенилось потому, что кресков и там сумасшедшие, давление сумасшедшее, трение. Если у тебя там плохо легла постель, и кресков плохо скользит по постели, у тебя действительно повышается резкая температура, возрастает и воспламеняется масло. И, соответственно, произошел такой эффект. Это говорит о том, что покупайте насосы у проверенных поставщиков. Не покупайте там левые, старые, там, после ремонтов, там, в непонятных гаражах и так далее. Вот тогда у вас не будет таких эффектов. Как укреплять глинистые грунты? Как укреплять фундамент частного дома? Ну, я уже отвечал на этот вопрос. Это вопрос и не нам. Мы были молодые, мы давали объявления. К нам очень часто приходили такие вопросы. Если бы хотелось людям объяснять, позвоните в другое место, там вам дадут более дешевые технологии. Сваи Крымского моста. Это ваша работа? Нет, мы не работали на Крымском мосту. И, по моим данным, там и не было струнной цементации. Но, может быть, что-то я не знаю. Поэтому подскажете, я буду только рад. Подскажите, пожалуйста, армирование сваи на джет-граутинге это распространенное явление? Есть ограничения по глубине? Какие нормативные документы? Ну, нормативный документ у нас один. 291-й, и он предполагает, да, разрешает проводить армирование сваи. Значит, нам, мы должны с вами понимать, что струнная цементация – это два направления. Либо мы создаем фильтрационные завесы, горизонтальные, вертикальные, там, где нас не требуется, никакие напряженные состояния нас не волнуют. Либо мы создаем силовые конструкции, да, опять же, так сказать, вертикальное ограждение котлована, которое может выполнять и функцию противоритационной завесы, и как силовое ограждение. Вот в данном случае мы знаем, что грунтоцемент у нас, к сожалению, как и бетонных, ничего там зазорного нет, не воспринимает растягивающих напряжений. А любое ограждение – это балка, на нее действует давление. Грунта есть растягивающие, сжимающие напряжения, и, соответственно, там, где растягивающие, происходит разрушение грунтоцемента. Вот поэтому, чтобы этого не было, их всегда армируют. Вот это такой наиболее яркий пример армировки ограждений котлованов. Но тут надо понимать, что дальше. Опять же, у нас была лекция про вертикальные сваи, мы с вами говорили, очень коротко повторю, до 10 метров можно что-то армировать с более-менее какой-то гарантией результата, а после 10 метров, глубже, чем 10 метров, обычно я вот сам себе не дам гарантию, что я парамировал правильно. Потому что, к сожалению, когда идет труба, и она перестает идти, ее там давят, и куда она идет, то ли уже в элемент, то ли она уже вышла из него, и там где-то в грунту. Если это временная конструкция, ну где-то как-то можно закрыть глаза, но если это постоянная конструкция, то не рассматривается. Поэтому здесь так, нужно армировать, армируйте, СП это разрешает, трубами проще всего, вспомним, линейными элементами, такими как там дутавр, уголок, швеллер, это все гораздо сложнее, но возможно. Ну а армокаркас, на мой взгляд, это нереально, но кто-то говорит, что я это делал, условно. Так, как можно с вами связаться, чтобы применить эту технологию? Очень легко. Значит, у нас есть группа предприятий, которая называется Малинингрупп, просто берете, набиваете Малинингрупп, там всегда вылетят какие-то сайты и строительного предприятия, входящего в состав этой группы, и машиностроительного, и анкерного, там всегда нас можно найти. Красивая картина рядом. Что за произведение? Да, мы стараемся как-то менять эти картины после нескольких лекций. Вот сейчас там какой-то уфимский, башкирский певец, значит, поет им свои баллады, пытается что-то донести народу, а внизу змей ползает. Вот я где-то себя ощущаю примерно в такой же роли. Вот я что-то пробиваю, 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 вокруг меня вот ползают эти змеи в виде каких-то неграмотных проектировщиков, в виде, так сказать, каких-то жадных заказчиков там и так далее. Ну, хорошо. Ну, а тогда, видимо, была красивая картина с верблюдом, с юртами, да, но она была более позитивной, наверное. Так, хотелось бы услышать и увидеть лекцию по мачтам и полиспасной системе мачт буровых машин. Да, действительно, мачты буровых машин делятся на два основных. Типа, это которые, где вращатель или каретку вращателя приводят действие вверх-вниз, он ползает с помощью гидромотора, который крутит звездочку, как на велосипеде, а велосипед, цепь, как на велосипеде, и, соответственно, там каретка ходит. А второй вариант ходит домкрат вверх-вниз, он связан с кареткой системой тросов, канатов, и там тоже происходит движение вверх. Какой у них лучше, какой хуже. Знаете, в мире, на мой взгляд, 50% машин делаются так, а 50% так. Мы тоже выпускаем какие-то типы машины на такой системе, какие-то типы на другой системе. Поэтому сказать, что что-то имеет явное преимущество перед чем-то, я не могу. Ну, вот как-то мы пытаемся тоже ответить на этот вопрос. Пока у нас так, счет примерно 1-1. Фигара лучше МДТ, буровая машина имеется в виду. Да, наше предприятие, входящее в систему, Малин Групп, выпускает буровые машины Фигара, которые вот так, на первый взгляд, если посмотришь, они очень сильно напоминают машины МДТ. На самом деле, это безусловно не так. Значит, был, конечно, взгляд в машины. Я люблю очень машины МДТ. Я очень люблю, у меня их было много. Постихонечку мы освежаем наш парк. И мы взяли что-то лучшее из идеи, даже не из компоновки, а из идеи машины мы взяли лучшее. Потому что эту машину проектировали, надо снять перед шляпой, перед теми конструкторами, кто ее делал. Они ее проектировали именно с позиции струйной цементации. А вот очень много других буровых машин, которые пускает точно так же прославленная Италия, это машины, которые были переделаны или дополнены какими-то механизмами, чтобы выполнять струйную цементацию. Но это не специализированные машины. И поэтому я не буду, конечно, называть тут ни название, ни фирмы. Но, поверьте мне, не так просто найти хорошую буровую машину, заточенную под струйную цементацию. Тут не так все просто. Но это опять отдельная лекция, и они там были. Ну и, наверное, в заключение я расскажу, ну так немножко, чтобы поднялось настроение под конец лекции. Просто зачитаем. Мне особо было интересно. Мне всегда нравятся такие вот вопросы. Задача об объеме цементного раствора с ВЦ 1.0 достаточно проста, и в первом приближении не требует никаких откровений. Любому человеку, имеющему маломальское отношение к практическому строительству, а это раньше для получивших высшее образование происходило в стройотряде после первого или после третьего курса. Я тоже был в стройотряде, я это знаю, ситуация. Хорошо известно, что 10-литровое ведро с цементом весит около чуть более 30 килограмм. То есть его не поднять на спор. А в 50 килограмм мешке цемента полтора ведра. Отсюда легко выйти на результат, которому в лекции посвящено достаточно много времени. Как сказал сам Алексей Генрихович, о точности, с чем я во многое согласен, для инженерных особенно прикидочных расчетов, это совсем не нужно звонить в цементный завод или рыскать по интернету. Думаю, что я далеко не единственный, кто смог дать ответ в течение одной минуты. Привет лектору. Но в оправдании добавлю, что сложить 100 килограмм плюс 33 для современных слушателей, многим это не под силу, как впрочем, и незнакомо, сколько весит 10-литровое ведро воды или полуторалитровая пластиковая бутылка пива. Ну, что тут можно сказать? Ну, наверное, да, в общем-то, и сказать нечего. Все-таки я считаю, что, чтобы понимать, что такое цементный раствор, как рассчитать его плотность, как рассчитать его объем, все-таки надо слушать лекции, а вот эти упражнения стоят ряд, особенно, например, из бутылки пива. Но это немножко из каких-то других, видимо, лекций. Ну, еще был один вопрос. Ну, и в заключении, так сказать, от смешного к сложному. Значит, некто Богдан Свили задал такой вопрос, я его практически зачитаю. Тем, кто хоть немного разбирается в строительстве, никогда не пойдут на эту халтуру. Первое. Свая любая, буронекционная, буронабивная, вдавливающая, забивная, которая несет статическую нагрузку, ваша работа не понесет и 5% этой нагрузки, что свая самого малого диаметра, так как тут просто грунт перемешан с водоцементом, и полученный тот же грунт, только немножко твердый, что был до этого. Второе. Труба. Это для меня вообще поразило. Думаю, логично, когда свая находится армокаркас. Я немножко сокращу. Тогда ростверк лучше связывается с армокаркасом. А труба в усиленном грунте предназначена для непроседания ростверка. И что мы имеем? Ростверк давит на этот усиленный грунт, и с помощью трубы ломается роствер, так как труба никак не вяжется с армокаркасом. Ну и последнее, то, что мы 6 метров делаем за 6 минут, это вообще он считает трешем. Вот поэтому, так сказать, он называет всю нашу технологию халтурой и разводом заказчиков дикими сказочниками. То есть я сказочник, развожу заказчиков. Значит, смотрите, действительно, автор этого письма, я вообще на самом деле рад. Мне всегда нравится, вернее, не то, чтобы стало нравиться, мне очень полезно получать подобные письма, потому что я начинаю понимать все-таки вот уровень образования моих слушателей. К сожалению, вот ты читаешь, читаешь лекции, рассказываешь, рассказываешь, а потом тебе бух, и идет такой вопрос. То есть вот свая там, железобетонная, БНСК лучше, чем свая из грунта-цемента. Да, грунта-цемент – это грунт, перемешанный с цементом. И БНСК, приготовленная в заводе, там усиленная армокаркасом, ну ни в какие, даже рядом наша свая не стояла. Так мы и не делаем сваи, это что самое интересное. Мы не делаем сваи, мы укрепляем грунт. Вот что, это цементация, она так и называется, даже большими буквами написать, струйная цементация грунта. Не устройство свай, а струйная цементация. И вот здесь вот совсем другая психология должна работать. Вот есть два вида подхода к этой технологии. Первый подход – это люди приходят со стороны устройства буронабивных свая и говорят, ребята, да тут же культура одна, у вас диаметр непонятен, у вас контроль качества непонятен, как-то армировать каркасом вы не можете. Да что это такое? А есть люди, которые приходят со стороны укрепления грунтов, откуда я пришел. Вот ты приходишь и говоришь, елки-то палки. Так оказывается, я тут качал-качал цемент, я его потом в следов найти не могу. А здесь-то я вижу нормальную грунта цементную колонну, из которой можно взять керп, достать, померить рулеткой диаметром, достать керп. Это же сумасшедший шаг вперед. Понимаете, для каждого объекта, для каждой технической задачи есть разные варианты решения. Есть вариант решения с помощью буронабивных свая. Вам надо 10 километров дороги укрепить. Вы что ее будете, буронабивными сваями укреплять? Или чем-то другим? Чем? Забивными? Нет вопросов. Надо их сделать на железобетонном заводе и завести. А если глубина больше, чем 13 метров? Это составная свая. Все пошло-поехало, там можно еще одну лекцию рассказывать. Понимаете, струйная цементация ведет совсем к другому. Надо привести цемент, россыпью смешать его с водой, которую, как правило, берут на объект и сделать это прямо на месте. Это разные подходы, совсем разные. Нельзя сравнивать зеленое и красное. Нельзя сравнивать треугольное и квадратное. Нельзя сравнивать, не знаю, там кислое с горячим. Ну вот, автор все-таки пытается это делать. Это говорит о том, что мои лекции надо слушать и, может быть, даже иногда переслушивать и обязательно слушать те, которые будут после этого, чтобы не задавать вот таких глупых вопросов или не давать такие неграмотные комментарии. Спасибо вам. Жду вас на всех остальных следующих лекциях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.